Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел, консервист студии, Михаил Гусь. Сегодня мы поговорим о такой наболевшей теме для многих женщин, это зона Галифе. Почему наболевшая тема? Потому что у нас организм достаточно умная штука. Он всегда ко всему готов к любым экстремальным ситуациям, к любым непредвиденным обстоятельствам. И как раз таки зона Галифе очень ярко это показывает. Дело в том, что эта область, зона Галифе, находится в таком месте, где мало подвижности происходит в суставе. Она происходит достаточно глубоко, и мышь здесь достаточно мало. Здесь заканчивается ягодичная мышца и уже переходит в фасцию бедра. Поэтому активности как таковой достаточно активной нет в этой зоне. И соответственно сжигание кровоток, приток крови, римфы, он немножко затруднен за счет этого. И соответственно он уходит в последнюю очередь. Поэтому здесь немножко нужно поработать. С чем это связано? Это связано с тем, что, как я сказал в начале видео, что наш организм достаточно умный. И он таким образом безопасит себя от каких-то критических ситуаций. Организм начинает собирать и откладывать жировые отложения для того, чтобы уберечь энергию, для того, чтобы согревать организм. И как раз таки зона Галифе это одна из тех зон, где он сохраняет это все место. Очень приятно, мне нравится. Да? Да. Вот, как раз таки зона Галифе это то место, куда наш организм решил отложить вот эти все запасы нашей резервуары. Когда происходит работа с зоной Галифе, во-первых, работать с самой зоной нужно достаточно жестко, потому что мягкие воздействия, да, они улучшают, но за счет того, что там образовывается достаточно плотная масса, из-за того, что нет, опять же, притока крови римфа, нужно воздействовать достаточно глубоко. А застой получается? Да, соответственно, происходит застой и надо немножко поработать. Причем работать нужно не только с массажем, а работать нужно, соответственно, вместе с физкультурой, потому что здесь заканчивается ягодичная мышца, и когда образуется складочка под ягодицей, здесь начинают образоваться все вот эти вот самые проблемные зоны. И когда мы разбиваем, мы, соответственно, сразу же должны подкачивать ягодичную мышцу, чтобы она подтягивалась вверх и подрабатывала, убирала эту зону. Вот, как я вначале сказал, зона достаточно проблемная, и воздействовать на нее нужно комплексно. Так как приток крови римфы в данном месте затруднен, очень хорошо рекомендуется комбинировать, работать с разными обертываниями, горячими, холодными обертываниями, чтобы улучшать тоже приток крови римфы. Очень хорошо делать видовый массаж, он также очень глубоко улучшает приток крови. Скрабирование. Скрабирование различных. В общем, все методы, которые могут улучшить приток крови в данном месте, они всегда будут... Как вы относитесь к сухим массажем с сухой щеткой? Массаж с сухой щеткой такая достаточно разнообразная тема, потому что массаж с сухими щетками, он сам по себе очень даже неплохой массаж. Но есть большая проблема того, что многие просто не умеют использовать сухую щетку. Многие берут вот как раз-таки на зону галифе, очень часто и воздействуют. Но проблема в том, что воздействует локально. Девушки берут, видят проблемную зону и начинают максимально воздействовать только на одну зону. Но тем самым они травмируют капилляры, начинается появляться варикозная сеточка из-за того... Еще, наверное, алгоритм работы, да? Это не хаотичные движения, там надо как-то по лимфатическим... Да, нужно по лимфатическим системам. Но, опять же, основная причина здесь, что все воздействия здесь очень удобно. Мы взяли и трем одно место, а воздействовать нужно на все тело. Нужно воздействовать, да, как сказали, по лимфатическим узлам. Нужно воздействовать по всему телу, чтобы этот приток шел равномерно. Тогда и результат будет намного интереснее, и болевые ощущения, и приятность, и тонус кожи, он будет работать и улучшаться достаточно равномерно. А банки? Ну, это домашний уход до банки. Ну, все-таки еще по щеткам, девочки и щетки, мол, вот сухая щетка, это очень круто. Особенно для девочек, у которых стоячий образ жизни, у которых будут совмещать с массажем. Но только делать это нужно каждый день перед тем, как идешь в душ. Действительно, как Паша уже сказал, задействовано все тело, желательно, вот снизу вверх. Это поможет убрать вот умертвевшие клеточки. Это поможет улучшить циркуляцию крови. Работу лимфатической системы. То есть это действительно благотворно, в дополнении с массажем, будет влиять абсолютно на все тело. То есть, соответственно, вот массаж, допустим, будете делать вот, то есть такая интенсивная через день, а вот щеточкой будете продолжать работать каждый день. То есть получается, каждый день будете прикасаться. И, кстати, для вен, вот, у кого начинается вот варикозное расширение вены, или уже видны венки, вот эти вот все, замечательно подходят, массаж вот сухой щеткой. Но щетку тоже нужно подобрать правильно, потому что если щетка будет очень мягкая, эффекта, честно говоря, от нее будет ноль. Лучше подбирать щетку с натурального кактуса. Она не подлежит мытью, то есть, в принципе, она подлежит, но потом ее нужно просушить в сухом месте и использовать даже несколько лет. Это будет просто замечательным комбинацией к массажам. Ну, а теперь пробуем еще, да? Ну, самое главное, да, использовать, знать, как использовать. Да, банки это более древний метод. Щетка она недавно появилась, она более... Ну, если девушки попадут в Паше, я думаю, он расскажет по поводу щетки, как этим всем пользоваться и даст нужный совет, как это вот все совместить. И, в принципе, здесь такая же история, потому что в правильных руках они правильно воздействуют. Но я слышала, что они растягивают кожу. Банки делают, потому что такая вещь, которую девушка сама себе делать дома не будет. Это надоест. Ну, вот ты погодишь, погодишь банка, опять же, ты погодишь... Для меня важно, главное, чтобы... Вот если я себе делаю, что я не делаю себе хуже. А если мне надоест, ну, ладно, надоело. Но как раз-таки здесь такой момент есть, что банкой, если щеткой можно навредить, но это как бы так, но банкой можно навредить намного больше. Потому что, опять же, те, кто не знают, они начинают воздействовать на внутреннюю часть бедра, что категорически запрещено, потому что находятся очень близко лимфатические узлы, и нам же хочется посильнее, чтобы как бы с первого раза все было шикарно. Но тем самым мы воспаляем лимфатические узлы, мы травмируем клетки, и как бы, ну, хорошего от этого ничего нету. Даже могут быть очень даже негативные последствия. Поэтому повторюсь еще раз, что банками, щетками, это все круто, это все классно, но надо знать, как на них воздействовать. Надо знать, как с этим всем работать, а не так. Взял, поработал, что-то там натворил, а потом можно жалеть о последствиях. Надо подходить к проблеме с головой и к решению также с головой. Вот. Спасибо, Павел. Тут красивый живот. Давайте, живот сделаем, давайте. Все, и будем заканчивать наше видео. Спасибо, Валерия, что немного нам помогает сегодня в съемках. Очень интересуюсь и любую эту тему. Бахну еще? Ну, вообще, все. Все же связано красотой, телом, здоровьем. Да? Да. Я правильно говорю? Да, все правильно. Все верно. И, кстати, здесь мы перешли к животу, и можно вернуться к вопросу о баночках. О галифе. Можно и к галифе вернуться, но мы вернемся к вопросу баночек. Тоже многие говорят, что нельзя воздействовать. Многие говорят, что можно воздействовать. Но на самом деле, опять же, все зависит от того, насколько человек понимает, как воздействует банка, для чего она нужна, как правильно воздействовать. И в данном месте, да, можно воздействовать, но очень предельно осторожно. Потому что внутренние органы, это такая... Особенно у девушек это вообще. Особенно у девушек, да. Многие любят также низ живота прорабатывать. Поэтому с этим всем нужно быть достаточно осторожным. Потому что если же сильно баночки присосать, можно спровоцировать смещение внутренних органов. Можно спровоцировать напряжение связок внутренних органов. И это как бы за собой несет тоже очень такие неприятные последствия. Поэтому готовьтесь, читайте, думайте. Приходите на массаж, спрашивайте у тех, кто занимается этим профессионально. И будьте здоровы, всегда за собой следите правильно, а не просто. Просто так. Спасибо большое, Павел, Валерия. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.